Здравствуйте! Длинный вопрос и короткий ответ. Просто я такие вопросы вижу уже ни один, ни два, поэтому решила вот ответить. Когда-то давно я дружила с девушкой. Ну так вот, она выдувала менструацию за первый половой акт. И до сих пор я не могу понять, то ли это было лишение девственности, или это же кто-то делал до меня. Когда у нее был первый раз со мной, была кровь. Но я посчитала, что это естественно, так как она говорила, что я девственница. А потом и последующие пару раз тоже была кровь, потом все меньше и меньше. Я вот просто не помню временный промежуток, в котором это происходило. Неделя, два, месяц. Поэтому не могу понять, была ли это менструация или что. Вопрос такой. Идет ли кровь в последующие дни после полового акта? Ответ. Может быть. Может быть. То есть, конечно, это, знаешь, аморально. Настройте себе девственницу, вот, и, в общем-то, мне кажется, опыт его никакой кровью не затушуешь. Опыт он у нас в голове, в душе, в глазах, в отношениях с людьми. Вот, если вы себя в смысле опыта не берегли, то есть, если вы не чисто невинная девушка, которая все так в первый раз, вот, то выдавать себя за такую чисто невинную девушку – это обман, конечно. Вот, и судя по реакции мужчин, которые вот это вот мне пишут, они, конечно, недовольны всегда, что их обманули. Лучше быть, конечно, честным. Но другое дело, какого содержания вашей честности, да, одно дело, если ваша честность, то и у меня второй, другое дело, что если ваша честность, то и у меня шестнадцатый, вот, и парень скажет, да, я не хочу тут быть шестнадцатым, иди к своим пятнадцатым, вот, это, конечно, тоже ваш выбор. Будьте внимательны, но будьте и откровенны друг с другом. Итак, что мы здесь имеем? Значит, первый половой акт – лишение девственности. Допустим, если девушка действительно девственница. Бывают даже такие ситуации, когда в момент самого полового акта растягивается девственная плева настолько, что, ну, такая она растяжимая, или девушка сама до этого что-нибудь там пробовала пальчиками, а то, как мне там пишут, у меня уже шесть пальцев входит, я уже девственница или нет еще пока. Вот, если она там что-то пробовала, или от природы у нее такая девственная плева растяжимая, может быть такой, что ей и больно, и как-то странно, вот, но крови нет, и ощущения надрыва нет, и резкой боли нет, какая-то есть хроническая боль от непривычного ощущения, но не острая такая боль, когда что-то рвется, да. А потом половой акт позади, и несколько дней у нее там что-то коричневое появляется. Вот эти какие-то ссадинки образовались на девственной плеве, которая кровоточит, или непривычный контакт шейки матки с большим половым членом дают такие ощущения. Но факт остается фактом. После первого полового акта с девственницей у нее несколько дней могут идти кровенистые выделения. И это правда. И это не обязательно, что эта девушка вас обманывала, выдавая себя за девственницу, а сама просто специально подгадывала так, чтобы половой акт был совершен во время менструации. Вот, поэтому, в общем-то, доверяй на проверяй, конечно, но все-таки я за доверяй. Пока!